Всем привет! Ну вот и вторая серия сборки вертолёта Viper от Academa в огроменном 35 масштабе на ваши экраны прибыла. Но прежде чем окунуться с головой в весь этот модельный высокотитализированный разврат и автормаркетное безумие, хотелось бы поблагодарить всех тех, кто поддержал меня, поддержал канал и подпиской, и конечно же финансово. Сейчас YouTube порубил монетизацию на каналах, грубо говоря её вообще не стало, а денежка с этого у меня полностью уходила на развитие канала, на закуп всех расходников для будущих сборок, ну и частично мне на пилюльки от лени, чтобы я почаще садился за съёмку да за монтаж. Реквизиты по типу Kiwi кошелька, Яндекс.Денег, ну и так далее, в которых вы могли поддержать канал, поддержать меня, и сделать это с сообщением в мой адрес, я оставлял в описании под видео, и я прям очень приятно был удивлён, вы от всей души и с самыми лучшими пожеланиями для канала закинули мне немалую сумму. Я очень рад, что у нас в сообществе моделистов, в сообществе у тех, просто как говорится, у кого руки не для скуки, правильное восприятие, понимание, что надо поддерживать своих любимых авторов. Ну а я и дальше в знак благодарности буду снимать для вас не менее крутые видосы. И как обещал, персональная благодарочка от меня всем шейхам, Макс Титов, Анатолий Патрашилин, Денис С, а также все те скромняги, которые пожелали остаться инкогнито, или просто ничего не написали в комментариях к переводам. Всем вам огромное спасибо. На эти средства я уже и краску закупил к одной из будущих сборок, и карта памяти объемная у меня теперь в камере стоит. Еще раз огромное спасибо. И я еще подумал, что тут на ютубе в разделе о канале сделаю импровизированную доску почета для оказавших материальную поддержку, пока количество печатных символов в том разделе это позволяет делать. Ладно, теперь можем перейти и к сборке модели. У меня для вас в этой серии много чего запланировано к показу. Основной объем работ, конечно же, будет по смолиным дополнениям, а их, эти смолиные дополнения к вашим моделям, и сами модели, да и впрочем, все необходимое вы можете закупить в модельной лавке. Рекомендую вам, сам там затариваю. Ссылку на нее и приятный бонус промокод оставлю в описании под этим видео. Переходите, ознакомливайтесь. А так что, перейдем на рабочий стол, да начнется модельный беспредел. Удачи нам! Итак, с чего начнем. В предыдущей серии завершил все работы по кокпиту и паре других внешних важных модулей. Подготовил основные скоробочные детали моделей, подсборки на них завязаны. Это все для того, чтобы в этой серии закрыть вопрос сборки фюзеляжа вертолета, поставить его на лапки и уже со спокойной душой врываться в этап покраски. Но прежде чем склеивать половинки корпуса, вклеивать в них кокпит, и уж тем более переходить к полной сборке вайпера, даже пока и заглядывать в те этапы по инструкции не буду. Лишний раз себя не обнадеживать кажущейся простотой в сборке моделей в варианте из коробки. В общем, до всего этого мне еще нужно закрыть вопросы со смоляными дополнениями от Legend Productions. Да, эта серия будет полна пыли и грязи от сборки смолы, ну и где-то за кадром слез моделиста. Первый набор это отсек с авионикой и патронным ящиком. До сборки фюзеляжа нам нужно будет аккуратно врезать его в базовый пластик. Расположено все будет аккурат под кокпитом. По всем дополнениям для этой модели я делал отдельное детальное видео, так что в этом видосе с обзором допов я особо времени тратить не буду, только шустро пробегусь по наполнению каждой коробочки. Ну и комплектация данного набора, инструкция, цветная, одним листочком, в целом понятная по этапам. Сложностей я особых тут не вижу, ну разве что постараться без щелей и перекосов все вклеить в пластик модели. Также нужно будет дополнительно подготовить, что к сожалению не идет в комплекте, это тонкого листового пластика 0,5 мм, под травленные стенки отсека. И на декоративные внешние доработки, что тут у нас по инструкции 0,2 мм указано. Хорошо, не проблема, галочку для себя поставим. И собственно вот такая плата с травленными деталями в наборе. Тоже в целом все крупное и не сложное. Ну и пакетик со смолой. Мелкие деталюхи замков оставлю пока в пакетике, чтобы не растерять их случайно. Ну а крупные, самые интересные деталюхи перед вами. Детали целиком отлитых дверок отсека, ими мы будем заменять базовые и пластиковые. Общая детализация и как они отлиты мне нравится. В итоговой красоте после сборки модели мы только выиграем с ними. Вот что еще заметил, хочу с вами поделиться. А смола-то где-то миллиметра на полтора, на два поуже будет. Ммм, интересно, это так задумано или косяк все же литья? Немного это настораживает, в общем, все увидим непосредственно при сборке. И эта ситуация с шириной дверок одинаковая с двух сторон. Ну а вот так выглядит самая красотень этого набора. Наполнение отсека авионикой и патронный ящик. Очень надеюсь, что достойно получится все это покрасить. Что ж, с фронтом работ определились. Дополнение зрелищное, определенно с ним стоит повозиться. Начну с подготовки пластиковых деталей и вырежу с двух бортов, теперь уже ненужные нам из коробочной дверцы отсека. Для таких целей всегда берите острое свежее лезвие на ноже. Ну и не торопясь, один проход ножом по границе детали за другим, прорезаем пластик. Ну и естественно не на весу все это делаем. Это я уж на камеру так делаю, чтобы вам виднее было. И самое главное сделать ровными и не запороть самые первые проходы лезвия. В данном случае с этим очень хорошо помогает расшивка на корпусе, но все равно максимум внимательности. Как на обратной стороне детали начинает проявляться линия надреза, можно и внутри по ней слегка пройтись ножом, сделать, так скажем, встречный надрез. Ну и вот лишний элемент выреза. Удалось это сделать достаточно точно. Края я чуть позже наждачкой само собой обработаю, но мне сейчас все же бы хотелось по стыковке со смолиной деталью посмотреть, какое все же различие по ширине. Да, как видим, что-то легенда с размером накосячила. Благо нам закрывать ими ничего не нужно будет, а после покраски и установки, выровняв по центру эти деталюхи, может итоговый общий вид и скрадет эти потерянные миллиметры. Что ж, вырезаю теперь дверцу с другой стороны, со стороны патронного ящика по правому борту. Далее аккуратно, не сточив лишнего, обрабатываем места среза. Хорошо для этого подходят надфили или жесткие наждачные пилки, например от мачете. Далее подготавливаем травленные стенки самого отсека, отделяем их от платы, зачищаем края, приклеиваем на листовой пластик, как в инструкции расписано. Клею травло на суперклей, на обычный супермомент. Пластика 0,5 у меня не было, к сожалению, поэтому клею на где-то 0,3, по моим замерам 0,4 миллиметровый пластик. Не думаю, что это сильно критично будет. Если что, подклею какую-нибудь под него подложку. И вот такая база получилась. Подклеил сейчас пол отсека и пару боковых стенок к нижней детали фюзеляжа. Все аккуратно и симметрично. Верхнюю деталь отсека буду приклеивать только в момент сборки фюзеляжа, когда и кокпит буду вклеивать. Сейчас же все чисто между собой увязано, подогнано по размеру. И вот так на первый взгляд все четенько. Что тут еще было? Ах да, точно, из необходимых доработок по нижней детали фюзеляжа вот тут со стороны передней стенки на пилингу подверглась выгнутая перегородка. Но это и в инструкции указано, что это нужно сделать. Слегка подтачиваем ее с внутренней стороны. Я это делал бормашинкой с шлифовальной шарошкой. Перед следующим этапом обязательно все на сухую прикладываем в основные половинки фюзеляжа. Смотрим, как все стыкуется. И стыкуется, на мой взгляд, тут без особых проблем все. И толщины пластика, которого мне удалось достать, 0,3-0,4 мм вместо 0,5 по инструкции, тут вполне оказалось достаточно. Результатом я доволен. Теперь можем переходить к основным смоляным деталям. Нужно их нам будет отрезать от излишков смолы. И тут самое время напомнить вам, что работа со смолой это самая грязная и вредная штука. Обязательно работайте в маске, в хорошо проветриваемой комнате. И влажная уборка от пыли всей, стружки на столе. Просто обязательно. Не пренебрегайте. Из ваших комментариев я теперь знаю, что некоторые даже свои смолиные дополнения обрабатывают и пилют в воде сразу. Что ж, отрезаем лишнее. Хочется, делаем это дремелем с отрезным диском. Нет его, можно и мини-пилками. Обрабатываем срезы и отправляем все в предварительную покраску чисто в базовые цвета. Ну и итог этого этапа. Во-первых, вот такую ярко-желтую схему окраски отсека я для себя выбрал. Да, можно было скучную чисто черную сделать, но мне больше понравился такой вариант. Яркий, живой и интересный. Краска на это пошла от ИК Интерактив. Блин, до покраски я забыл показать вам травленные уголки и петли подклеивал на каждую деталь. Ну, в принципе, ничего страшного и ничего там сложного нету. Каждую деталь на каплю суперклея приклеить. Вот и все. С обратной стороны каждой дверцы вклеил замки. Это те самые мелкие деталюхи, которые я в начале видео оставлял в пакетике. Вот так они выглядят установленными. Стенки отсека задул в тот же яркий цвет. Масками по бокам пока прикрыл, чтобы лишнего не напачкать. Ну и в базовый черный цвет покрасил наполнение отсека. Скоро все это отправится на детальный прокрас. Что еще не забываем до сборки фюзеляжа покрасить. Это внутреннюю часть воздухозаборников и элементы движков. Сейчас это сделать удобнее всего. Еще один момент. Совсем забыл я поначалу это проверить. А вот бы сюрприз сейчас вышел, но обошлось. Вставка кокпита абсолютно не мешает установке отсека. Пилить тут ничего снизу у него не понадобится. Это хорошо. С вопросом установки отсека разобрались. Можем переходить к следующим штукам, которые нужно завершить до сборки фюзеляжа. И следующее, чем я занялся, это лучшайзингом стоек лыж нашей вертушки. В первой серии этой видеосборки я показывал вам, что на основании стоек были утяжены. Следы шпаклевки и сейчас на этих местах хорошо видны. Но кое-что еще пришлось из-за моих беспокойных рук с ними сотворить. Как видите, насверлил тут немало отверстий. Это так как увидел на фото оригинальной птичке, что крепятся лыжи к стойкам все же за счет болтов. Их очень много и очень хорошо видно с внешней стороны. Поэтому нужно сделать. Уж не знаю, почему Академ с этим вопросом проленилась. По итогу ручной мини-дрелью просверлил все эти отверстия. За их ровность не ругайте, если что. Старался максимально ровно, насколько глазомер позволял. После этого всего нашим любимым и всегда приходящим на помощь тянутым ледником заполнил все отверстия. Вот так это предварительно сейчас выглядит. После того, как клей подсох, понятное дело, я все это укорочу бокорезами и шлифану абразивными губками. Чуть позднее вам покажу результат итоговый по ним, вместе с результатами по другим деталям. Следующее, что нужно было сделать, и это самая приятная подсборка, это собрать из всех составляющих кокпит целиком. Я прикинул так и решил, что вклеить его все же сразу целиком будет удобнее по итогу. Чтоб вся мелочевка была на своих местах, панели и кресла вклеены были. Ну, в общем, так и поступил. И вот такая красота получилась. Да, на такое модельное порно можно смотреть вечно. И не забываем, если заранее масками пластик не прикрыли, места, где будут приклеиваться одни детали к другим, зачищаем от краски до голого пластика. Теперь с подготовительными этапами все, можем начинать сборку фюзеляжек. Включение по ходу работы для вас. Вклеил сейчас кокпит, отсек под ним, стойки с лыжами, плюс дно вертушки, ну и спереди базу под оптический модуль, не забыл. Хочу показать, как решил со сборкой тут поступить. Вклеил все это богатство пока только в одну половинку корпуса и деталь дна сразу приклеил. Таким образом я все выровняю, сформирую базу и уже останется мне только вторую половинку фюзеляжа сбоку приклеить и все. Нам инструкция предлагала сначала половинки с кокпитом вместе склеить, а потом уже дно приклеивать. Но так как мы добавили вот этот отсек снизу, могли с общей стыковкой возникнуть проблемы. Где-то что-то не лезло бы, или схлопывалось неплотно, или с зазором вообще приклеивалось бы. Ну а так все ровно и без особых трудностей вклеено по местам. Ну и вот такой почти вид вертолета в разрезе получается. В общем все по результату стыковки перед вами. И еще один момент тут, в ход идет первая травленая решеточка из набора, вклеиваем ее внутри, не забудьте про нее. А, я же еще вам обещал показать, чтобы получилось по имитации крепежа лыж. Этим не сложно, но нудноватым в реализации улучшения все же заняться стоит, вида крутого добавляет. А если у вас еще, например, покупные, какие-нибудь смоляные болты есть, чтобы не просто как тут круглым летником это все сделать, а прямо очертания гаек, чтобы было видно, это бы еще круче смотрелось. Ну и в целом по этому промежуточному этапу сборки все. Сейчас приклею оставшуюся половинку. И как будет, что интересное вам показать, снова сделаю включение. Немного хочу вам рассказать по комплектному травлу. В наборе шла вот такая платка с ним. В целом на ней есть все необходимые решетки. Ну, может кроме одного элемента. О нем я вам чуть позднее покажу и расскажу. Ну а куда весь этот цветмет приклеивается, в инструкции даже отдельную схему сделали. Прямо как по декалям. Сразу обрадую начинающих моделистов, кого заинтересовала эта модель в достаточно крупном масштабе. Все детали здесь очень простые. Проблем при отделении, обработке, приклеивании по местам они вам не подкинут. Единственное, может быть, слегка подольше повозитесь с гнутьем решетки на брюшке модели. Я ее гнул прямо по пластику, а потом приклеивал. Что еще сделал? Перед установкой пары боковых решеток по правому бороду. Опять же, не знаю, будет ли это видно потом, но все равно сделал. Прокрасил кистью все, что за ними идет. И слегка черным цветом выделил центральные жабры. Ну а после этого уже сами решетки приклеил. Кстати, аккуратнее с ними, не продавите пальцами, они достаточно крупные. Я, например, одну деформировал, но ничего критичного. Если клея где-то на них или из-под них вылезло немного, тоже ничего страшного. Зачищаем все дело шлифовальными губками. Для большего удобства на хвост вертолета приклеивал травление, не приклеив сам хвост к модели. Это было бы то еще удовольствие, крутить эту дуру в собранном виде в руках, вечно за что-то цепляясь на столе то хвостом, то носовой частью. Но теперь, так как с травлением я закончил, ничего не мешает и хвост приклеить нашей птичке. Небольшое, но очень важное напоминание всем нам. Почти уже отправил наполнение отсека в покраску, итоговую. Как вспомнил, что после сборки фюзеляжа я на сухую-то не примерял, как все в отсек лезет. И оказалось, что патронный ящик без проблем влезает, а вот авионик об что-то где-то трется и не лезет. Пришлось прибегнуть к напилингу, а точнее пройтись по всем граням шлифовальной пилкой. В общем, не забываем о сухой примерке модулей. Ну и друзья, пришло время показать, что получилось по одному из важнейших этапов по сборке фюзеляжа и некоторых сопутствующих деталей на нем. Ох, громадная же дура получилась. Сейчас уже наглядно и понятно стало, что пауку под нее нужно уже сейчас начинать готовить и расчищать. И как обычно, кадром покрупнее, пройдусь по всем интересным моментам для вас. Вот так смотрится кокпит, наконец-то он вклеен в корпус, шикарнейший вид. Но его скоро малярным скотчем придется прикрыть, так как остекление я приклеивать тут буду только после покраски всей модели. Думаю, так будет удобней. Ну а интерьер пока спрячется под коконы скотча. Далее об общей стыковке деталей, и она тут отличная. После обработки клеевых швов наждачкой и шлифовальными губками их и след простыл, и по итогу тут даже и шпаклевка не потребовалась где-то пройтись. По травленным деталюхам теперь пробежимся. Все уже, как говорил с ними, просто. Обычные решетки это. Капля клея под каждую, и все, в общем-то, готово. Минус же, какой с ними был. Примерно 50% мест под их вклеивание. Это в основном все верхние решетки в районе движков. Вот под них углубления в пластике немного маловаты. Точнее, им немного глубины не хватает. И травленная деталь по итогу, получается, приклеивается не вровень с поверхностью модели. Я, по-моему, в отдельном обзоре дополнения говорил, что поглядывал на травлу от Эдуарда. Он там тоже эти решетки делает, но нету их особого смысла покупать было, так как из коробки все они есть. Но если те решетки сделаны, как ремни в кабину, не из латуни, а из более тонкого материала, мельхиора, то, возможно, я бы на эти решетки начал засматриваться, если бы еще финанс позволяли. Ну, а так в целом и со скоробочными ничего критичного. Результат по ним перед вами. Ну, а теперь покажу крупничком, как получилось вклеить отсек. На мой взгляд, получилось все мега аккуратно. Что еще, пока вклеивал этот отсек, добавил? Наверняка вы заметили уже по паре отверстий под отсеком с каждой стороны. Они нужны для крепежных штрихов из проволоки от каждой дверцы. А то как нам потом аккуратно, ровно и почти в одно движение, плюс еще, чтобы не наляпать лишнего клея по покрашенным поверхностям, приклеить смоляные детали к пластику. Вот на помощь нам тут и приходит самодельный крепеж из проволоки. Просто и эффективно. По покраске дверок, что получилось, все перед вами. По центральной части все прокрасил через маски. Далее потер их немного металликом, по клепкам, по граням. Все же летуны по ним часто топчутся. Ну и темной смывкой в финале прошелся. С внешней стороны я пока ничего не трогал. Туда мы позднее будем приклеивать декали. Я все же решил делать по декалям вариант с акульей пастью. По ней надо будет еще умудриться ровно кусочки на эти дверцы вырезать с основной декали. Но это все уже в следующей серии, поэтому, как говорится, не переключайтесь. Идем дальше. Конечно же, теперь посмотрим, как получилось наполнение отсека. Как удалось его покрасить и декалями, что у меня были в запасах от других моделей, украсить. Вот так получился патронный ящик. Тут окраска попроще. В основе черный цвет, да светлый металлик, который пошел на потертости и прочие элементы. Вот такой красавчик. Скорее бы его уже в отсек на постоянку вклеить. Ну, а вот так получилась вставка с авионикой. Очень красивая деталь. Я сначала грубо задул аэром основные элементы на ней в нужные цвета, а потом уже тонкой кистью прокрашивал все мелочи. Ну и декали тоже, к сожалению, не родные. В комплекте не было ничего. Взял из своих запасов то, что плюс-минус нормально смотрелось и по смыслу подходило. Как вам результат? Обязательно напишите в комментариях. О, опять чуть не забыл. Обещал же вам рассказать о том недостающем в травлении элементе, который хорошо было бы в наборе обнаружить. Назовем его лбу вертолета. Есть область с такой некрупной, но весьма заметной перфорацией. На фото боевой птички она хорошо видна. У нас же после шлифования как-то лоб этот голым смотрится. Очень бы такая решетка украсила внешний вид. Я сначала испугался, что вообще о ней забыли, но оказалось, ее нам Академ дал в виде декали. Ладно, хоть так, а то я уже начал думать, как мне ее самодельную делать. Точно бы мелким сверлом так ровно не нафигачил. Ну и последняя деталь при сборке фюзеляжа. Единственное место, где пришлось чутка шпаклевкой мазнуть. Это по бокам. С двух сторон идут вот такие вентиляционные кожухи. Это две последние детали из набора, на которых обнаружились утяжины. В целом с ними ничего сложного. Пару грамм шпаклевки, пару минут и вопрос с ними был решен. Выставляю для вас традиционный строй всей краски плюс химии, что на этом этапе понадобилось. Желтый цинковый пошел на отсек. Остальные краски светло-серая, голубая, черная и красная пригодились тут и там для прокрашивания деталей на смоляных вставках в отсек. Далее пара металликов от Валеха, тоже уже стандартный набор. Дюралюлюминий пошел на потертости и светлые металлические элементы. Ну а ганметал на всякие муфты и переходники на модули с авионикой. Глянцем под декали и смывку послужила футура. Смывка же Ама Миг ПЛВ серии, темная блю-блэк. Ну а финишный лак матовый от Тами. Вот в общем-то и все, список небольшой и новых цветов в палитре тут всего пару. Желтый да голубой, все остальные мы в предыдущей серии уже использовали. Что ж друзья, с первым набором смолы от Легенд Продакшн закончили. И даже результат получился, что надо. Единственное, что у меня по нему осталось, это вот такие травленые крепежные элементы. Они к петлям дверок будут крепиться. Но пока не решил, буду ли я их использовать или какие самодельные еще сделаю. Чуть позднее определюсь и все покажу. Так, что там по инструкции следующее. Да, вот и добрались мы до этого этапа. Подтягивал я его как мог, буду собирать главный винт вайпера. Из коробку собрать проблем бы никаких не составило, но я же сам себе приключения ищу на беспокойной руке. Потому пришло время вот этих двух наборов смоляных дополнений. Они мне помогут, помимо того, что доставить дополнительного геморроя при сборке. Еще и решить вопрос, как на полку вкорячить модель вертолета в 35 масштабе. У этого масштаба и размах лопастей соответствующий. Вот в этих наборах как раз решение этого вопроса. Элементы для складывания лопастей и система удержания, либо хранения, не знаю уж как правильно назвать. В общем, комплект стоит под лопасти в сложенном состоянии. Это первые такие сложные, состоящие из кучи мелких и хрупких деталей. Цельно смоляные дополнения у меня на сборке. Надо прям будет с ними постараться. Ну и выхода-то особого у меня нету. Поскольку если не получится с ними ничего, то я просто не знаю, куда эту дуру буду ставить. А если оставлять ее на столе или на незащищенной полке, это все. Это сразу почти что немедленное ее уничтожение моим домашним хвостополосатым террористам. Ладно, пожелайте мне удачи. Перехожу к их сборке. Начну с системы стоек. Это набор на первый взгляд самый сложный. Вот и закалит нас. По комплектации. Первый это вот такой пакетик смоляных деталюх. Подробнее я их всех показывал вам в отдельном видеообзоре. Далее пакетик с отравленными элементами и латунным стержнем для штифтования некоторых узлов. Ну и вот такая комплектная инструкция. Вот тут конечно хотелось бы ее в более подробном формате получить. Да, тут детали на каждой подсборке пронумерованы. Но все равно придется подглядывать в готовые работы из сети, чтобы уж все наверняка. Ладно, начну подготавливать все детали. За этим делом точно вечер потеряю. Тут литье хоть и относительно неплохое, но легкий облой все же присутствует. И в некоторых местах на стойках есть следы от смещения литьевой формы. Да и материал смолы хрупкий и тоже процесс напилинга будет замедлять. Ладно, приступаю. И вот о чем я говорил. Лопнула даже не мелкая, а достаточно крупная деталь рамы. В тот момент, когда я ее обрабатывал. Ладно, хоть тут не сильно критично. Решу все одной капли из суперклея. Это просто наглядный пример по смоле, к чему вам готовится. Ну а так, всю обработку, шлифование всех элементов я делал абразивными губками разной зернистости. Шлифовальной же пилкой работал сразу после отделения деталей от лишней литьевой базы. Облой внутри некоторых элементов удобно было вырезать модельным ножом. Ну а после финишировать кусочком наждачной бумаги. Важный момент, который нужно мне было вам показать. Как получились на рамках места крепежа будущих замков. Сейчас эти замки не вклеены и не мешают осмотру. На одной раме было все ок, по ней только вышеописанным методом с модельным ножом облой подрезал в центре. А вот на второй рамке это место уже было целиком залито смолой. Пришлось рассверливать ее по центру и вырезать лишний наплыв смолы. А вот вам, кстати, и пример, о чем я говорю на еще одной, еще более миниатюрной детали. Тут тоже потребовалось прорезать центральную часть. По самой нижней границе аккуратно просверлил ее. Ну а дальше вырезал эту часть острым модельным ножом. Я вас сразу успокою, такое нужно было провернуть только два раза. На раме, которую я показывал выше, и вот на этой мелкой деталюхе подпорки. А вот вам нетипичное отделение смолиных деталей, что я начал практиковать с появлением у меня тонкого скрайбера. Им оказалось весьма удобно отрезать детали с литиевых бас. Вообще я люблю универсальный инструмент. Ну а так большую часть деталей, как обычно по классике, отделял бокорезами. Самое главное следить, чтобы лишнего не откусить. Вот мы и дошли до момента, когда нужно было рассверливать места будущего крепежа передней стойки к модели. Первую точку на модели найти очень просто. На расшивке есть вот такой микроэлемент. Вот на его месте и будет первое отверстие. А второе будет примерно вот тут. Намечу его сверлом потоньше и не глубоко. А после примерки на сухую собранных стоек, когда и станет все более уже наглядно, тогда я рассверлю до конца и нужным диаметром его. Ну и просверливаем передние точки. Пупырки с расшивки можно сразу ножом срезать, они нам ни к чему. Сверлим пока более тонким сверлом. Чуть позднее их рассверлю под диаметр латунного прутка, так как крепежные штифты именно из него будем делать. Далее по второй стойке, что будет в районе хвоста устанавливаться. Сверлить, согласно инструкции, нам ничего здесь не нужно. Типа только на клей будем сажать, на такие крепежные ушки с двух сторон хвоста. Но есть у меня сомнения по этому решению. В общем, как соберу основу, буду примерять как все крепится, там может быть что-то изменю. Сейчас самое главное вот из этой кучки деталюх правильно собрать систему стоек. Какой клей нам с этим поможет? Первый, это медленно сохнущий цианакрилатама. И второй, когда нужно будет что-то быстро подклеить на свои места. Это обычный супер момент. Не забудем и травленные детали подготовить. Они тут все простые, крупные, проблем не доставят. Отделяем, зачищаем, гнем, все как обычно. И в пару верхних деталей добавляем по кусочку пластика в инструкции его размера, если что показано. Я их сделал из дешепласта, так как подошел по толщине. Есть еще один травленный элемент, это вот такие крепежные скобы по бокам стоек. Они сборные, но тоже просто на клею их соберу, паять ничего не буду. Ну и пошла финальная сборка. Все детали подклеивали на цианакрил, где позволяла конструкция, клея добавлял побольше, чтобы понадежнее склейка получилась в этих местах. И хрупкие узлы таким образом после застывания клея усиливались. Удобнее всего все базы и самое главное нижние крепежные элементы на них приклеивать на медленно сохнущий клей. Так как можно такую подсборку нашу успеть приложить к модели и скорректировать положение замковых деталей. Что ж, в целом со сборкой стоек завершил. Не подклеивал пока на них только задние подпорки. По инструкции две вот эти детали, их позднее в финале всей сборки модели буду ставить. Ну а сами стойки, что по ним получилось и их основные элементы все, давайте поближе посмотрим. Жесткие они конечно в сборке были, в дополнение это нифига не для начинающих моделистов. Подвымотало оно меня и на этапе подготовки, и при сборке не меньше. С этой смолой, с этими мелкими деталями постоянно очкуешь что-то сломать. Также на стойках пока не приклеивал верхний крепеж для лопастей. Это чтобы показать вам как усилил их штифтами из латунного прутка. Да, эти места как по мне нельзя оставлять без усиления, чисто на колею их делать. Места склейки там крупные, декоративные стенки по бокам тонкие. Раз заденете рукой, отлетит как нефиг делать. Или на финале, когда лопасти начнете укладывать в них и давление на это место склейки пойдет. Тоже я думаю проблемы могут возникнуть. Так что штифтуем, нет ничего тут сложного, просверлить пару отверстий, да вклеить туда кусочек прутка. Да, конечно карказиабры те еще получились. Сейчас у меня в руках передняя стойка, вот кстати как на ней получились нижние крепежные штифтики. Именно под них мы спереди в корпусе отверстия сверлили. Вот еще что хочу показать. В одном травленом элементе, это один из запирающих замков, в нем есть такое вот ушко. Позднее в него имитацию троса вставлю. Из проволоки его скорее всего сделаю. В реале за такой трос дергает технический персонал и верхний замок открывается. А то просто так до него и не допрыгнуть даже. А вот и задняя стойка, на ней нижние крепежные элементы немного отличаются от передней. Вот эти микропетли должны на себе удержать всю систему, нагруженную лопастями сверху. Ну что зрители, а как думаете, справятся они с нагрузкой или нет? Также стойки отличаются местом и типом крепления задних подпорок. На хвостовой крепеж идет снизу, ну а на передней стойке сверху. Вот такую подпорку будем потом приклеивать, это передняя. Крепежный штифтик в нее тоже сразу вклеен. А так с системой стойк пока все, даже без потери удалось с ними совладать, чему я очень доволен. Ну а раз у нас тут все получилось, можем переходить к финальному набору смолы. Базовая деталь винта и его ротор еще с предыдущей серии собраны, дожидались своей очереди. Покажу вам, как тут реализована система крепежала постей. На мой взгляд она тут одна из самых лучших, что мне доводилось собирать. На крупную центральную деталь приклеиваем лопасти и получается в итоге крепкий цельный сердечник. Хрен с два, просто так по неосторожности сломаешь. Плюс какая где лопасть ставится, тоже не перепутаешь, так посадочные места под них различаются. В модели из коробки два типа основания лопастей. На двух обычные они, а на двух других с замком системы для их складывания. Только, к сожалению, эти замки из коробки просто так рабочими не сделать, не получится. Потому я и прикупил набор допов. По наполнению этого набора в нем деталей намного меньше, чем в предыдущем. И хрупких мелочей нету. Ну и вот на такие детали заменим из коробочной пластиковое основание. В наборе идет еще вот такая штука. Как думаете, что это? Тоже я сначала не знал, но в комментах к обзору мне подсказали, что это пилка, чтобы отфигачивать от лопастей лишние детали. И вот эту заодно с лопастью отлитую частью пилкой мы и отпилим. Ну и вот такая инструкция идет. Она тут еще скромнее, но информации вполне достаточно и все тут понятно. Не как в наборе со стойками. На двух противоположных лопастях отфигачиваем основание, просверливаем отверстие, вклеиваем новые смоленные базы на центральную часть винта. И после этого накидываем всю оставшуюся мелочевку замки. Выглядит все несложно, а как оно получится, это мы сейчас и узнаем. Итак, нам нужны лопасти только вот с такой базой. Хорошо на них видны замковые устройства. Также их нижние половинки, чтобы не путали нас, можно сразу убрать куда-нибудь подальше в коробку. Они нам не пригодятся. Вместо же них будут и не уступая им по детализации, тут такие смоленные элементы. Друзья, а давайте протестируем пилку из набора. Я сначала хотел модельным ножом или еще как-то срезать лишнее. Чего бы нам любезно в набор положенным инструментом не воспользоваться. И момент с посадочными местами мне вам нужно показать. Как видите, вот эти внутренние выступы и вырезы под них в центральной детали разные. Так что сразу для себя помечаем, с какими будем работать, каким будем приклеивать смолу. Я, например, скотчем заклеил, те, которые трогать не буду. Ну и что, пилите, Шура, да начнется улучшайзинг. Пилка, кстати, так себе. Вроде и пилит, а вроде и не сказать, что супер бодро. Пластика смолу она одинаково грызет. И пока я распилом занимался, кажется, обнаружил заговор двух компаний. Внутри же не так плохо и вполне детально отлито основание лопасти, даже с отверстиями по центру. Согласитесь. Но рабочего функционала в этих узлах из коробки нету. К чему это тогда сделано? А не замышляли ли Академа с легендом все это с самого начала, что будут на нашем братья-моделисте наживаться, продавая автормаркет? Поди, отменили эту фишку с замком на этапе разработки модели, оставив только базу. Вот же негодяи. Вот такая минутка модельной конспирологии для вас. И вот такой спил получился. В целом неплохо. Ну а если лишнего запилили, толщину всегда можно восстановить, подклеив пару слоев тонкого дешепласта. Вот как на первой лопасти я уже сделал. На ней я чутка завалил угол пилки из-за того, что в экран камеры смотрел и при этом одновременно пилил. Да, такие издержки параллельной сборки модели со съемкой об этом видосов у меня часто происходят. Далее подготавливаю новые базы под лопасти. Отделяю от литников, зачищаю следы от питателей. Во время обработки можете склеить их между собой кусочком потафикса. Это удобно. Далее просверливаю отверстия в лопастях под оси замка. Ну и начинаю приклеивать смолу на базу винта. Еще одно включение посреди работы, так как нужно было вам кое-что показать. Столкнулся с тем, что выступы внутри смолиных деталюх не совпадают с вырезами под них на пластиковой базе. Пришлось эти вырезы сделать пошире, после этого найти правильное положение для смолиных деталюх и уже только после этого приклеивать их на постоянку. Сейчас сверху вам покажу зачем и почему это нужно было сделать. Обратите внимание на зазоры между всеми базами лопастей и центральной частью винта. Вот так и должно все быть, ровно и симметрично. А поначалу выходило, что смолиные детали получались дальше от центра, чем пластиковые. Вот и пришлось их положение корректировать. Ну а потом мне стало интересно, почему же это все же произошло и обнаружил, что и тут у легенд на пару миллиметров все отлито короче. Видимо это у них обычные китайские дела, как одежда с алиэкспресса все маломерят. Ё-моё, как так-то? Ну опять же, как и с дверцами на отсек, после сборки, покраски модели, я думаю эти миллиметры скрадутся и не будут так заметны. И только вы о них будете знать. А да, по центру имитацию трубочек в каждой лопасти не забудьте. Я их сделал из проволоки, чтобы не только тянутым ледником все украшать. Собираю винт дальше. Теперь хочу показать вам шов, буквально сразу после склейки его, еще до обработки, чтобы вам не думалось, что только вы можете клеем все заляпать и фракенштейна какого-то скрафтить. У меня такое тоже случается, а потом все следы приходится за собой заметать. Типа я про-моделист-аккуратист, но теперь-то вы все знаете. В следующий момент при сборке винта по тягам автомата-перекоса с ними из коробки небольшая дичь творится, с их длиной. Потому я решил сначала вклеить ротор с осью к основной детали винта и только потом уже опираясь на его уровень, после того как клей подсох, подрезав излишки тяг, приклеить их по посадочным местам. Вообще детализация главного винта, автомата-перекоса, вот этих тяг, меня немного расстроила. Как по мне, для такого масштаба их недостаточно проработали. Винт готов. Я просто не представляю, где у себя мог бы найти такую полку, что смогла разместить на себе модель вертолета с размахом лопастей по 20 сантиметров в каждую сторону. С содроганием теперь думаю, что мне делать в будущем с Black Hawk'ом. У него системы-то такой, складывания лопастей нету в обычной его версии, а размах лопастей не меньше. Тут же благодаря нашей доработке мы эту головную боль отчасти для себя сняли, так как вертолет все равно, офигеть, какой здоровый получается. И давайте я вам покажу поближе результат по обработке швов стыка и сборке ротора. Как уже сказал, детализация ротора мне не очень понравилась. Могли лучше в этой модели его отлить. Но хоть хорошо, его большая часть все равно будет скрыта внутри корпуса вертолета. Кстати, по тягам, что они тут под углом, можете, наверное, заметить, это так и надо, так и в реале у этого вертолета. А то подумайте, что я их со смещением приклеил. Ну и смоляные базы, как получились, посмотрим. Скобы, замки на них я пока не приклеивал. После покраски это сделаю. Они сейчас в пакетике хранятся, чтобы не растерялись. Ну и имитацию трубочек сверху винта не забываем сделать. Итоговый вид они хорошо дополняют. Примерим все дело на модель. Шикардос! Вертолет прямо на глазах у нас преображается. Становится похож сам на себя. Принимает узнаваемой формы. Ну а мы тут выступаем, как сами себе личный авиационный заводик. От начала и до конца строим эту вертушку. Позднее, я надеюсь, все лопасти с комфортом разместятся в собранных ранее стойках. Ну пока устанавливать их рано. И я этого делать не стал. Смола штука такая. Лучше лишний раз не теребонькать ее в руках. А на сухую мы уже все примеряли. После основного винта и по заднему винту кое-что доработал. Сам винт не трогал. Он из коробки. По сравнению с главным винтом просто не сравним по детализации. Тут академ постарались. А вот что я доработал, а точнее украсил имитацией всяческих трубок и шланчиков из тянутого литника. Это его база. Она пока тоже не приклеена к хвосту для удобства в покраске. Как же я могу вас оставить без тянутого литникового лучшайзинга под конец видео? На удивление, клеилось тут все ненапряжно и даже легко как-то. Поставил рядом с собой чаек, включил на мониторе фото этого модуля, хорошую музыку на фоне. Ну и результат той чайно-модельной церемонии перед вами со всех ракурсов и в деталях. Это, наверное, самый красивый узел в этой модели по скокпиту. Особенно в связке с винтом он получается и смотрится огнище. Идем далее. Я в предыдущей серии не собирал базы под Hellfire, так как планировал с магнитным подвесом на них поэкспериментировать. Но с этим, к сожалению, не вышло. Магниты, что я для этих целей закупил, немного толще оказались, чем надо. Я взял их размером 2 на 2 миллиметра, а все направляющие под ракеты сами по себе оказались всего на доле миллиметров пошире этих значений. Потому, увы, и как-нибудь в следующий раз постараюсь закрыть для себя этот эксперимент. Может с Фантомом от Тами, там много вооружения. Ну а сейчас я для этого закажу магниты потоньше. Но подвесы без улучшайзинга я все же не оставил. Проволока спереди и сзади сделала имитацию управляющих кабелей. Крутой момент есть с ними, что из коробки, все нужные, назову их так, розетки. Воды, куда эти кабели вставляются, как на базе, так и на крыльях, сразу отлиты. Нам только и остается просверлить их аккуратно, да проволочку вклеить. Спереди потолще, сзади потоньше. Ну и вот так это все будет смотреться после установки под крыло. Весьма антуражный штришок к итоговому виду. И, друзья, не выдержал я. Если что-то в голову запало, мучает неопределенность, надо этот вопрос решать. Я все же добавил крепежных штифтов на задние стойки. На всякий случай. Это вклеенный на ца накрыл кусочки проволоки, плюс под них рассверлил отверстие по бокам хвоста, ровно над теми исходными крепежными ушками. И думаю, что правильно все сделал. Вангую, когда устанавливал бы эту стойку в конце сборки модели, я бы сначала снизу все вот эти тончайшие скобки переломал, а потом пытаясь их восстановить, еще бы все сверху клеем уфакал. Не-не-не-не-не, мне такое и даром не надо. Ну а так что, друзья? Вот и подошла к концу вторая серия сборки модели современного боевого вертолета Viper. Осилили и превозмогли три смоляных набора от Legend. У меня, конечно, и у самого есть большое желание возиться с всем этим автормаркетом, еще если бюджет позволяет, но они в меньшей степени и за вас в такие авантюры ввязываются. Так бы сидел, не торопясь, делал из коробки и нервы свои сохранял. Но, как по мне, оно того стоит. Модель теперь может похвастаться детально проработанным отсеком с авионикой, плюс оружейным ящиком. По итогу наш любимый неприкрытый модельный разврат во все поля. Также решили и злободневный вопрос с лопастями. От этого модель спрятать в шкаф от моей кошки стало проще. Ну и, конечно же, по итогу этой части видеосборки вертолет наконец-то встал на свои лыжи лапки, собрали корпус, все основные работы по экстерьеру завершили. Потому в следующей серии будем заниматься чисто маляркой, декалями, легким погодингом с тонировкой. Ну и будем верить, что получится достойный результат, которым мне с вами будет не стыдно поделиться. Не забывайте прожать подписку, пробить в колокольчик, если на канале впервые. Поддержите канал, поддержите автора, оцените данное видео. Комменты всегда к вашим услугам, пишите, если какие-то вопросы остались и интересуют. Все полезные ссылки, как всегда, найдете в описании под этим видео. Например, ссылку на запасной наш аэродром на Яндекс.Дзене, на Инсту, на Киви кошелек, конечно же, и другие реквизиты. Если захотите заслать донат на развитие канала и буст моей морали. Напомню, в сообщении к донату пишите ваши ники, там есть поле для сообщения, чтобы мне в следующем видео персональную благодарочку для вас озвучить. От меня всем вам за любую поддержку канала огромное спасибо. Продолжаю дальше снимать не менее крутые познавательные видосы для вас. Что ж, творческого настроения, до скорой встречи и пока-пока.